Продолжение следует... 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 Один из важнейших белков, активность которого просто разводит заряды, которые вызывают разность потенциалов на мембране нейрона, калий-натриевая т-фаза. Она при этой температуре деградирует, она перестает выполнять свою работу. В результате нервная клетка останется живой, она просто не сможет создавать нервный импульс. А ты прикинь, что будет с тем, если нервные клетки перестали создавать нервный импульс. Тело будет вообще просто лежачим, потому что... Лежачим, он будет лежачим, правда, очень недолго. Ребята, все нервные клетки перестали создавать нервные импульсы. Скажите, а хоть одна мышца будет ли сокращаться, если не получен сигнал от нервной клетки? Нет. Не одна? А дыхательная мускулатура? Нет. У вас становилось дыхание? А сердечная мускулатура? Тоже. У вас становилось сердце. Понятно, что остановка формирования нервных импульсов – это прямая дорога к смерти. Вот это высокотемпературная смерть. А суть чисто практическая такая же ткенция, касающаяся уже не ртунов, а нас с вами. Если вы заболели, у вас повышается температура. И вот она ниже 38, до 38. Нужно ли стараться ее спить? Нет ни в коем случае. Нет ни в коем случае. Повышение температуры способствует защите вашего организма от заболевания. Это защитный механизм, который разработан эволюцией. Но если температура лезет выше 38, то опасно начинает приближаться вот сюда. Поэтому выше 38 можно, конечно, начать сбивать. И уж совершенно необходимо сбивать, когда температура в районе 40. Как сбивать будем? Жаропонижающий. Ни в коем случае. То, что называется обывателями, жаропонижающими, вы еще остыли, скажете, да? Или анагин. Сейчас очень хорошо показано, что действия жаропонижающих у них примерно в 150 раз слабее, чем осложняющее действие на нервную систему и пищеварительную систему от надряжения. То есть вы заработаете в десятки раз больше вреда, чем в 8. А сбить температуру достаточно просто. Я прошу вас. Просто увеличение площадь поверхности и нашего охлаждения. Классно. Уши растет. Как вы площадь поверхности-то увеличиваете? О, гениально совершенно. Есть совершенно общие правила. На испарение воды любое тело тратит гигантское количество тепла. Поэтому влажное оттирание. Влажное оттирание просто. Можно прохладное. Не ледяное, конечно, не из холодильника. Можно прохладное. Дело в том, что если у человека жара, она все равно на ней нос нагреется. Если температура действительно вот сюда куда-то приближается, то, конечно, нужен врач. Нужен специалист. Домашними средствами бороться с такими делами не стоит. Стоится достаточно выражающе. Можете повторить назывательный мембранный крылоритателем? Уктирозавритель? Ну, полетная мембрана, или аэродинамическая мембрана. Чаще ее называют в таком языке перепонка. Летательная перепонка. Если будет 41, то вы снимаете врача? 41, это очень сложно. Вот в этом случае. Но это надо делать только грамотным специалистам. А никаких нехороших знакомых, тетушек, бабушек и так далее. Это грамотный специалист. Высокотемпературная педиатрия, тем более, это вещь, которая может каких-то не утащать. Сказаться не через один клуб. Очень нехорошее осложнение на нервную систему, на печень, почки. Да? Значит, хорошо. Ну, давайте сюда. Возвращаемся. Итак, получили такую кровь. Так, вопрос. Перя-то зачем возникли у динозавров? Догадайтесь. А зачем кузится перя? Что, бритатель? Нет, бритатель. Как правило. Охлаждаться? Нет. Это интересная идея. Чтобы меньше вода и сработать. А раз гудше вода сквозь перья, меньше вода сквозь перья. Сделали бы, на самом деле, в отличие от нас, у кого есть потовая железа, у птиц, птицы потеют или нет? Нет. Ну, как же, интересно, вода будет вообще попадать им на поверхность тела? Скажи мне. Птиц не умеют потеть. Они не млеким. Да. Ну, теперь они собевают эгонисты. Собевают. Так, внимание. Мысленный эксперимент. Я беру два одинаковых куска льда. Вот такие кубики ждёные. Один кусок льда кладу сюда, на этот стол. А второй кусок льда заворачиваю в шубу и кладу на этот стол. Вопрос. Какой кусок льда растает первым? С левой или правой? С левой. А почему шуба ведь греет? Шуба стержит. Она не греет, она стержит. Именно так. Мех, перо, пух. Это теплоизоляторы. Они, разумеется, ничего никогда не греют. Они не пропускают тепло. Ни туда не пропускают, ни обратно не пропускают. Скажите, пожалуйста, чаще всего на улице температура в районе плюс сорока или пониже? Пониже. Пониже. Поэтому, если мы хотим иметь достаточно тёплую для быстрой реакции тело, то лучше тепло, которое в теле произошло, сохранять или наоборот выкидывать побыстрее. Наоборот, если вы... Выкидывать и остыть. Ну, на улице, допустим, плюс 22 градуса. Так? Ясно, что в этом случае ваше тело будет очень быстро терять тепло. Он будет выходить на улицу. Или вы собираетесь вашим телом нагреть всю земную атмосферу? Это у вас вряд ли будет. Необходим теплоизоляция. Так что развитие оперения, с одной стороны, связано... Это такой запут на теплокровность. У динозавров, сейчас большинством исследователей, не у всех, у некоторых, признаётся теплокровность, но не такая, как у нас сегодня. У теплокровности несколько разных механизмов. Продолжение следует...